В Тюрихе при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской конфедерации был открыт казахский культурный центр, сообщает Касправда. В ходе учредительного собрания было единодушно признано, что открытие казахского культурного центра является очередным шагом, направленным на дальнейшее укрепление и расширение казахстанско-швейцарского культурно-гуманитарного сотрудничества. В соответствии с уставом, казахский культурный центр ставит перед собой задачу содействовать развитию общественной и культурной жизни в Швейцарии, сохраняя традиционные и открывая новые. Казахский культурный центр – это платформа для связи, диалога и обмена между людьми. В учредительном собрании, а также в первом празднике казахского культурного центра активно участие приняло посольство Казахстана, ознакомив участников мероприятия с основными положениями послания главы государства о народу Казахстана «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее». Были представлены приоритетные инициативы Казахстана, в том числе продвижение кандидатуры в непостоянные члены Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах. Заявка Алматы на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Подготовка к международной специализированной выставке «Экспо-2017», ход проведения проекта «Атом», празднование 550-летия казахского ханства. Также были представлены стратегические программы развития государства, планы нации «100 конкретных шагов» и «Нурлыжол». Недавно в Ватикане были обнаружены уникальные исторические карты. Среди ценных находок есть карты, относящиеся к периоду развития и становления казахского ханства, сообщает издание «Литер». Изучение исторических карт, найденных в Ватикане, станет новым витком работы казахстанских ученых, который наверняка принесет немало интересных открытий. Пришло время изучить ранее не подлежавшие широкому и всестороннему исследованию сведения о казахском ханстве и раскрытиях. На сегодняшний день в мировом сообществе обсуждают недавно найденные новые данные. Они еще не исследованы в полной мере. А также казахстанские ученые, совместно с коллегами из России, Китая, Ирана, Франции и США, открывают новые исторические факты, связанные с историей казахской государственности. Вот совсем недавно в Ватикане обнаружили карту казахского ханства XVI века, рассказал СМИ, профессор, директор Института истории государства Буркитбай Айаган. К слову, казахстанским исследователям было непросто попасть в архивы Ватикана. Пришлось долго ждать и неоднократно проходить специальные собеседования, прежде чем их допустили до документальной истории. Но, как признаются исследователи, это стоило того. В архивах Ордена Иезуитов исследователи обнаружили шесть карт, которые отражают то, как воспринимал западный мир Азию. Среди документов было также обнаружено письмо Папы Римского одному из тюркских ханов. Сейчас ученые работают над расшифровкой этого документа и установлением личности хана. Необходимо перевести документ со старолатинской вязи на латинскую, а потом уже на казахский и русский языки. До сих пор история казахов изучалась по персидским, китайским и российским источникам. А эти карты – свидетельства из Западной Европы, позволяющие сбалансировать понимание истории казахской государственности. Театральный сезон в Казахском театре юного зрителя имени Габита Мусрепова завершился премьерой комедии-фарса «Фестиваль певчих птиц», поставленной по одноименной пьесе Дулата Исабекова, сообщает издание «Вечерней Алматы». Дулат Исабеков, пожалуй, единственный из современных отечественных драматургов, чье творчество востребовано не только в театрах нашей страны, но и за рубежом. Так, несколько лет назад на сцене «Джиан Толивер Театр» в Лондоне была осуществлена постановка его пьесы «Транзитный пассажир», а осенью 2012 года в нашем городе проходил фестиваль «Мир Исабекова», приуроченный к 70-летию драматурга, где театры из Казахстана, Таджикистана, России, Болгарии и Турции представили 8 спектаклей, поставленных по произведениям Дулата Исабекова. Тогда алматинские поклонники Мельпомены смогли увидеть постановку фестиваля певчих птиц в исполнении Санкт-Петербургского драматического театра на Васильевском. Кстати, ранее эта пьеса была поставлена на другой питерской сцене, в Государственном театре музыкальной комедии, а ее перевод с казахского был осуществлен Юрием Егоровым. Теперь фестиваль певчих птиц в репертуаре тюза имени Габита Мусрепова.